Привет дорогие друзья! Буду продолжать свою серию видео о полистирол бетоне. Сегодня хочу снять несколько тестов полистирол бетона на прочность и сравнить его по прочности с газобетонными блоками. Также из всех этих блоков, которые тестовые я заливал, хочу отобрать самые удачные и самые неудачные образцы. Неудачные образцы я просто сразу отберу в сторону и потом их просто выкину, потому что их нельзя использовать в стройке. А те образцы, которые получились удачные, я оставлю здесь на столе и прям на столе, чтобы для удобства вот так вот прям карандашом разграничу и подпишу отдельный каждый сектор. Так будет напротив каждого блока, чтобы потом не перепутать. И все эти блоки, которые будут удачные у меня останутся, я просто распилю на кусочки, допустим на кубики какого-то одинакового размера, для того, чтобы их потом легче было сравнивать, к примеру, там в тех же тисках, допустим с газобетоном и там на гигроскопичность, то есть сколько там будет влаги впитывать эти кусочки, чтобы все было одинаково, на огнеупорность будет тест. То есть вот в этой вот горелке буду сверху просто ставить кусочки вместе с газобетоном, смотреть как они будут противостоять огню. В общем для удобства сейчас переберу все эти блоки и сделаю отдельно по секторам, чтобы потом не запутаться какой блок как называется. Сейчас вам продемонстрирую самый простой элементарный тест, который покажет принципиальную разницу между газобетоном и полистиролбетоном. Дубль 2 Попробую еще выше поднять Вот такая вот разница между полистиролбетоном и газобетоном, то есть на растрескивание полистиролбетон просто имеет огромнейший запас. Вы видели с какой высоты я кинул газобетон и он раскололся на две части с первого раза. И с какой высоты я кидал полистиролбетон, он не колется. То есть этот материал явно прочнее. То есть там где газобетон у вас уже даст трещину в стене, полистиролбетон будет иметь огромный запас прочности на растрескивание. Это был блок с песком, то есть как помните пропорция 1.1.4, то есть D400 грубо говоря с песком. Давайте попробуем D400, вот он у меня подписанный, D400. Давайте попробуем этот блок так же само разбить обдрючок. Вот так вот. Вот такие разрушения максимум получает полистиролбетон, но он не колется. Так что первый тест на прочность полистиролбетон выиграл с явным отрывом. Вот вся деформация, которую он получил. То есть он немного вдавился, но видите, даже никаких трещин на нем не образовалось. Так, только единственное в этом тесте на раскол об чурочку я уже в процессе распила этих блоков вспомнил, что эти два блока они с фиброй. Поэтому я сейчас хочу выбрать какой-то блок без фибры, ну скажем, вот блок с фейерик, к примеру. И посмотреть, как полистиролбетон без фибры будет раскалываться об эту чурочку, потому что фибра может давать какой-то запас прочности по сравнению с газобетоном. Сейчас возьмем просто полистиролбетон без фибры и так же само расколем его об это бревнышко. Также в процессе распиливания блоков на кусочки могу сказать, что все-таки самый удачный вариант добавления фибры, вот эти вот два блока я добавлял фибру, вот эту вот фибру полипропиленовую, могу сказать, что самый удачный вариант замеса это все-таки в сухом цементе. Когда замешиваете цемент в бетонной мешалке, оставляете часть цемента, высыпаете в ведро и в сухом цементе добавляете сколько нужно фибры и размешиваете венчиком, просто миксером. Хорошо-хорошо размешиваете, фибра вся в сухом цементе разделяется и равномерно распределяется по блоку. Сейчас постараюсь сфокусировать камеру, показать. Вот видите, отлично фибра распределяется просто по всему блоку, пока я его пилил, очень тяжело пилится, потому что фибра мешает даже пиле работать. И на мой взгляд, в полистирол-бетоне, для армирования полистирол-бетона вполне достаточно добавить фибры и тогда какую-то железную арматуру добавлять в полистирол-бетон, в стены именно из полистирол-бетона, на мой взгляд, не обязательно. Ну, на мой взгляд, исключительно мое мнение. Да, друзья, по этому тесту видно, что в полистирол-бетон недаром добавляют фибру, то есть полистирол-бетон даже без фибры в любом случае оказывается крепче, чем газобетон, потому что даже с такой небольшой высоты, когда я бросил газобетонный блок, он раскололся сразу. Полистирол-бетонный блок выдержал, но когда уже с высоты, скажем, человеческого роста я бросил, он раскололся. То есть в любом случае полистирол-бетон даже без фибры крепче, чем газобетон на растрескивание, но с фиброй, как мы видели, полистирол-бетон был просто неразрушимый. Не знаю, с какой высоты нужно было его бросить для того, чтобы он раскололся. Редактор субтитров А.Семкин